МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей. Студия Татьяна Фомина. И вот что сегодня в выпуске. Место встречи поселок Ахтуба, неподалеку от Нового парка. Руководство мэрии пообщалось с жителями городского поселка. Темой разговора стали многочисленные проблемы и возможные пути их решения. Вместе и навсегда самые дружные и крепкие ахтубинские семьи, которым уже по четверть века и более принимали награды и поздравления, мероприятие ко дню семьи, любви и верности прошло в районном отделе ЗАГС. Активное лето. Ахтубинцы посещают клубы по интересам в комплексном центре социального обслуживания населения. Наиболее популярное физкультурно-оздоровительное направление. Ловись рыбка большая и маленькая. Любимый, да к тому же вкусный праздник – День рыбака. Многие ахтубинцы отметили с удочкой в руках. Поговорить, понять, помочь. Руководство городской администрации решило пообщаться с жителями, как говорится, с глазу на глаз, чтобы не только услышать о существующей городе проблемах, но и напрямую в процессе диалога информировать ахтубинцев о возможностях решения острых вопросов. Первая встреча прошла с жителями поселка Ахтуба, где в основном частный сектор. И проблемы, в общем-то, понятны – свет, вода, дороги. Жить в поселке Ахтуба хорошо. Вот только непросто и не особо радостно. Об этом местные жители поведали городским чиновникам. Вместе они прогулялись по тенистым улочкам, полюбовались в кавычках на заросли травы, почитали, что написано на заборе, зафиксировали на фото одну из самых проблемных точек – площадку для сбора мусора, уже напоминающую свалку. Необходимо срочно принимать меры, настаивали ахтубинцы, со всех сторон обступив градоначальника. Мусор у нас вообще… Вы сейчас будете говорить, что мусор к тому-то относится. Это мы все читаем, мы это все знаем. Но надо как-то это тормознуть, потому что невозможно. Это у нас не город, у нас, бог знает что, свалка какая-то. На благоустройство контейнерных площадок в этом году у мэрии есть один миллион рублей. Этих денег с учетом асфальтового покрытия с трудом хватает на три объекта в центральной части города. На окраинах обещают заменить контейнеры, совсем негодные, на другие – бэушные. У нас в планах заменить все контейнеры. Если мы берем центральную часть города, то в этом году 100 контейнеров будет на евро заменены. Это которые с крышками нормальные. Нормальные, чтобы не было разлета. Те контейнеры, которые не убитые, не ужасные, нормальные, железные, мы расставим в Питер, Ахтуба, Северный городок. Есть проблема и с уличным освещением, говорили участники собрания. Это сейчас солнца много, день длинный, однако идет он потихоньку на убыль. У детей не за горами школа, темные улицы для них подчас скрывают беду. Блуждать в потемках небезопасно и взрослым. У нас нету света, у нас темно. По нашей улице сами люди себе ставят фонари. Какая улица? Черса. Очень темно, ночью вообще темнота. Вот хорошо хоть в парке сделали, вот иной раз проходишь, в парке свет есть. А так у нас по Ахтубе вообще нигде здесь света нету. Как бы ни сетовали Ахтубинцы на жизнь, но в целом грех будет жаловаться. Почти в каждой квартире стиральный автомат, сплит-система, а то и две, куча других бытовых приборов. И это не считая многочисленных в городе магазинов, мини-предприятий, офисов и контор. Нагрузка на электросети внушительная, а вот мощности трансформаторных подстанций, увы, нет. Аналогичная ситуация в 16-м совхозе и в Петропавловке. На этой неделе руководство Россетей отчитывалось о том, что на всей территории Астраханской области наблюдаются сбои подачи электроэнергии. Ввиду того, что жара, трансформаторы горят, износ всех сетей, пока они не могут найти вариант, каким образом вам все это поменять. Единственное, что они предлагают, это собственники пишут заявление в Россети, платят деньги на то, чтобы увеличить мощность, которую они будут подавать потребителям. Касаемо освещения. У вас освещения не хватает вообще везде. Давайте поэтапно делать. Если вам где-то необходимо, вот прям критически важное установить освещение, это центральная улица, либо какие-то определенные проулки, давайте с этого начнем. Мы со своей стороны, отдел ЖКХ у нас просчитает все это. Чистый город совместно с Россетями пройдут установку, повесят светильники. В этом ключе мы сможем двинуться. До конца следующей недели от улицы Кочубе до автовокзала повесят вам светильники. Интересовались жители местной стройкой. По плану там многоэтажка, вырыт котлован, однако рабочих давно не видать. Куда подевался подрядчик, никто не знает. В прошлом году они еще вели работы, с этого года они бросили, ничего не делают. Аренду они платят. Понятно. Какие действия со стороны администрации? Они внутри огорожены, у них там котлован. Вы переживаете за то, что он начнет осыпаться. С нашей стороны это все актируется. Отдел архитектуры направляет им письма о том, что приедете, продолжите работу, ввиду того, что осыпаться грунт. Пока ответа никакого. Хорошо, построить коммерческое жилье. Как вы будете обеспечивать водой? А что у нас, реконструкция водопроводов идет? Если сейчас вот в таких условиях у нас воды нету, сейчас у нас там насосные эти, ну понятно, что это финансовые затруднения, это все вызывают. И муниципалитет наш не такой богатый. Но зачем тогда мы тогда выставляем на аукцион, ради чего? Вот я не могу понять. Ну тогда отдайте под индивидуальное жилищное строительство. Данный земельный участок был отмежован еще в 21-м году. Именно под строительство многоквартирных домов. Таких участков у нас несколько. Не наша прихоть была именно здесь размещать аукцион. Канализацию подрядчик должен был, который строит вот этот дом, вести от практически переезда. Это касаемо канализации. По поводу воды. У него было два варианта. Либо со стороны 16-го совхоза оттуда, либо через линию. Получив вот эти сведения, он, видать, и остановил все работы. Потому что это очень дорого. Мое мнение, если хотите спросить, я вам скажу, нецелесообразно здесь строить многоквартирный дом внутри малоэтажной жилой застройки. В ближайшие пять лет какой-то модернизации системы водоснабжения именно в стороне Ахтубы не будет. Единственное, откуда пойдет модернизация, это со стороны Покровки. С первого до второго подъема это единственный кусок, который в следующем году, дай бог, получится получить деньги на модернизацию. Поднимали вопрос о сухих деревьях. Их опиловка давно назрела, но проводится как-то хаотично. Порядка явно не хватает. И что уж там говорить про улицы, если даже новый парк совсем не радует. До сих пор не могу понять, вот этот статус вот этого парка или что это сейчас превратилось. Деньги туда вложили? Площадка недоделана. Никто ничего туда. В чем смысл? Я до сих пор не могу понять. Ну, сделайте детям там какие-то там тренажоры, пляж женщин, пожилых много, да? Ну, сделайте им, чтобы они там какую-то танцплощадку представили. Ну, что, они будут ходить. Ну, они же не будут вот здесь с Ахтубы и в городок. Вот недавно, как-то, ну, не как, месяца два назад, вот представители администрации, это, наверное, Зеленый город, вот они здесь сделали опиловку вот этих ветвей. Любой автомобиль не может подъехать, тут вот сюда заезжают во дворе, ветки висят. Ну, раз они начали, ну, как, пилить или как, сбивать. Хозяйские должны. Да, ну, должны были как-то доделать. У нас два человека на все парки городские. И по мере сил каждый божий день все работы выполняются. Тремера работают, все люди работают. Сотрудники чистого города с завтрашнего дня приступают к работам этот парк косить. Что касаемо опиловки, такая же история. Техники у нас нет, у нас одна вышка, которая постоянно ломается. Людей, которые могут на высоте работать, у нас также нет. Муниципальный контракт сейчас заключается. С сентября по апрель месяц у нас весь город будет опиливаться санитарной опиловкой. Это касается вообще всех деревьев. В настоящий момент на территории города, включая и Ахтубу, 883 дерева, которые необходимо спилить и выкорчевать. Вспомнили горожане и про такую общественную структуру, как уличные комитеты. В пору СССР жители домовладений были призваны следить за чистотой прилегающих территорий. Народные активисты ситуацию контролировали. Уличный комитет раньше был, сейчас нет уличных комитетов. Депутаты ходили, участковые ходили. Это вот мы в 1976 году, я сюда приехала. Здесь так и было. Штраф накладывали. Какой хороший двор, какой чистый, уборка была. А сейчас вообще ничего, люди не хотят выходить даже. Вот везде все позаросло. Везде все в траве. Возможно, что такая работа в скором времени возобновится. По крайней мере, городские депутаты за это также радеют. И предлагают самим жителям дружнее объединяться на благо благоустройства городского поселка. Основные задачи были намечены. План действий на ближайшее время составлен. На этом участники встречи расстались. Но ненадолго. Через неделю договорились встретиться. Обсудить, меняется ли что-то к лучшему. За Ахтубой теперь закреплен куратор в лице Натальи Беловой. Ее должность в администрации – замглавы по финансовым вопросам. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская. Ахтубинск ТВ. Жители Ахтубы не только поднимают проблемы перед руководством города. По возможности пытаются сами участвовать в их решении. Недавно организовались навести порядок там, где живут. И провели небольшой субботник. Активистов было немного, но лиха беда начала. В интернете проскочило объявление. 6 июля в Ахтубинске, поселке Ахтуба, на улице Ивайзовского, состоится субботник. Приглашаются принять участие все желающие. Начало в 10 часов. Заинтриговали. 22 апреля, когда проводится всероссийский субботник, давно прошло. И чему субботник этот посвящается, кто организатор и что делать там собираются, нам стало интересно. Короче, съемочная группа Ахтубинского телевидения в 10 часам подъехала к остановке в Ахтубе, названной по имени улицы Альвайзовская. Не сразу, но народ стал подходить. Как оказалось, почти все жители этой улицы прошлись по ней. Осталось очень приятное впечатление. Практически у каждого дома порядок. Цветочки в грядках, сорная трава удалена. Деревья высажены не только декоративные, но и фруктовые. Было заметно. За ними ухаживают, поливают. Вернулись к остановке, которая носит название великого художника-мариниста Ивана Константиновича Альвайзовского. Встретились и с организатором мероприятия. Татьяна Викторовна Ковалева живет на этой улице. Рассказала, что порядок здесь жители поддерживают сами возле своих домов. И возле остановки тоже пололи траву. Но после прошедших дождей она вновь вымахала. Убрать ее мотокосой было сложно. Чуть раньше завезли битый камень, чтобы выложить дорожки к остановке, которой после дождя по грязи просто было не подняться. Пока мы беседовали, работа возле остановки и на ней шла полным ходом. Причем хорошо было заметно. Каждый знал, что ему делать и то, что это просто один сплоченный коллектив, который, как у себя дома, наводит порядок на улице. Не скрою, частенько приходится снимать сюжеты, где их герои стараются себя пиарить. Здесь же все наоборот. Ни одна из работавших женщин себя не назвала. Только организатор Ковалева их по именам. Оксана всю остановку помыла. Ирина с соседкой дорожку выложили. Светлана вместе с Татьяной траву пололи. Нет, сказать, что все улицы вышли на этот субботник нельзя. Всего человек 10 участия приняли. Кто полчаса мог поработать, кто чуть больше. Но за час управились и довольные разошлись по своим делам. Так как сейчас у нас в городе, ну, в общем-то, не очень хорошая такая обстановка с мусором, что все жалуются, что много мусора, не убирается, не полится. Я так думаю, а кто жалуется? То есть это жители, которые живут в этом городе. Ну, не мы ли должны навести порядок? Хотя бы на своих улицах, хотя бы вокруг своих домов. Ну, вот и родилась такая идея по возрождению этих дворовых комитетов. Ну, решила начать со своей улицы. Я здесь живу, на этой улице, улице Айвазовского. Конечно, хотелось бы поблагодарить самых активных жителей на нашей улице. Вот Оксана, Наташа, Ира. То есть те, которые никогда не отказываются, всегда принимают участие. Но остальные, я думаю, подтянутся. К другим темам. Есть такое выражение «семья – осколок рая на земле». Именно в семье нас окружают самые любимые, родные люди, которые рядом и в горе, и в радости. Каждая семья проходит через свои испытания, учится преодолевать маленькие и большие сложности, заботится о сохранении мира и покоя. Если все это получается, люди становятся еще ближе и уже не мыслят себя друг без друга. Образцы для подражания, говорим мы, и стараемся равняться на такие семейные союзы. Сегодня о них и расскажем. Шесть ахтубинских семей из разряда долгожителей, за плечами у которых 25 лет супружества и более, на днях честовали в районном отделе ЗАГСа. Виновника торжества при входе в Ахтубинский ЗАГС встречал большой ласковый мишка, дарил воздушные ромашки и приглашал на фотосессию. Участниками торжественного мероприятия стали шесть супружеских пар, за плечами у которых десятилетия совместной жизни и которые, конечно же, знают те самые секреты, что помогают идти рука в руке, преодолевать трудности, следовать курсам любви, согласия и верности. Вместе мы уже 24 года. Секрет? Ну, какой секрет? Нужно думать в первую очередь о своей второй половине и стараться каждый поступок соизмерять с тем, как будет удобно, как будет легко, как будет понятно и как будет лучше для именно второй твоей половины. И делать это от души, делать это каждый день, не считать это подвигом, а считать это образом жизни. Мне задали такой вопрос, я сказал, что ни об одном дне не жалею. Ну и сейчас могу то же самое сказать. 35 лет семейной жизни – это большой срок, и мы уже, наверное, друг без друга никогда не сможем быть. Дискотека была. Знакомились мы на дискотеке. Ну, как и банально, в те времена всегда там и знакомились. Это сейчас молодежи негде знакомиться. А тогда у нас танцплощадка, первое место для знакомства. В браке мы с 1989 года, 26 августа, нам исполнится 35 лет совместной жизни. Что самое главное – уважение друг к другу. Любовь, взаимопонимание. Ну, самое главное, что по жизни нас ведет вместе. Семья Ковалевых на сегодняшний день – это почти три десятка человек. А все начиналось с Геннадия Викторовича и Алевтины Николаевны. Они дали жизнь пяти сыновьям и дочери. Ну, а те уже постарались и обеспечили родителей внуками. Мы со своим супругом 48 лет вместе. Живем хорошо. Дети у нас отличные, внуки. Все очень хорошо. Трудимся мы, помогаем им. Что можем, как можем. Шесть детей. Двенадцать внуков. Все отличные. Все живут рядом с нами. Друг другу уступать надо. Уважать друг друга. И тогда будет все хорошо. Самое главное – любить друг друга. Братьев я очень сильно люблю. Они меня тоже любят все. Родители у нас такие добрые. И, наверное, мы такие же. Мы все друг друга любим, ценим, уважаем и часто собираемся вместе. Петр и Галина Свинобой вместе уже полвека. Про таких говорят золотые юбиляры. И похоже, что время не властно над этим прекрасным семейным союзом, но лишь делает его крепче, мудрее, счастливее. Познакомились мы в 70-м году. Ну, в городе Охтубинский муж служил здесь. Подравилось. Познакомились и... Сначала в кино пригласила, сначала в кино. Ходили в кино, кинотеатр «Октябрь». Ну, вот так дружили почти год. Ну, а потом свадьба, потом дети. Вот так вот жизнь прожили. 50 лет вместе. Дочь, сын. Выросли детей. Ну, в жизни все бывает. Все надо преодолеть. Надо уметь просить прощения, уметь прощать, наверное. И тогда, как говорится, ну, будет жизнь, будет семья. И поругает, и обнимет, и простит порой, и все. Все бывает в жизни. Многое зависит от женщины. Женщина – это все. Не зря говорят. Гуш – голова, а женщина – шея. Если шея не повернет, голова на месте будет. Так что женщина многое зависит. И уют, и слаженность в семье, наверное, все это такое. Такие семейные пары словно маяки для людей молодых, начинающих совместный свой путь по бескрайним просторам жизни. И в штиле в непогоду излучают добрый свет, согревают теплом сердец, поддерживают нужным словом. Они знают, как надо. Ну, а в этот вечер все было для них. И слова, и улыбки, и цветы, и награды, медали за любовь и верность, благодарственные письма от главы района. Что хочется пожелать? Будьте, как же всего, здоровы, будьте образцом для собственных детей, чтобы они смотрели на вас, были похожи на вас, походили во всем, преследовали по жизни самые лучшие, откровенные ценности, которые есть. Будьте здоровы и счастливы. Мы на вас сравняемся, мы вас уважаем, любим, спасибо, что вы у нас есть. Молодцы. В адрес семейных пар, которые более четверти века вместе, слова признательности и добрые искренние пожелания прозвучали от руководителя Астраханской областной службы записи актов гражданского состояния. У нас всегда была на Руси испокон веков чтима и ценна многопоколенная семья. И на всех вот этих мероприятиях я это, собственно, и вижу. Это и поколения, и самые лучшие семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Конечно, хочу вам пожелать, чтобы ваша семья давала вам силы. Давала вам силы для движения вперед, для достижения цели, потому что все, что мы делаем в своей жизни, мы, по сути, делаем ради своих родных и близких. И движет нами всегда любовь. Пусть у вас побольше в нашем бешеном ритме жизни будет времени на семью. Прошел также небольшой концерт с участием лучших актубинских вокалистов и коллективов. Трогательный музыкальный подарок Артур Беканов преподнес всем участникам торжества, в первую очередь своим любимым родителям. Когда меня не верстает, я буду петь голосами моих детей, и голосами их детей, и взрослые я в весах, как вновь закрой сам и сам и руководок людей. Любовь, гармония, спокойствие, родители не ссорятся, все отлично. У нас постоянно какое-то веселье, то есть очень позитивно, если мне нравится. 17 лет мы вместе, мы вообще не ругаемся, потому что надо любить за достоинство, не обращая внимания на недостатки. Ведь у каждого есть недостатки. Но мы при этом вспоминаем друг друга достоинства. Мы очень сильно друг друга любим, как через годы все это пронесли, все усиливается, усиливается, приобретает какую-то другую форму. То есть мы видим, что наши дети видят, что мы не ругаемся, перенимают, видимо, у нас как-то это все. Нас это радует, мы стараемся, очень хотим, вот, допустим, мое самое большое желание, чтобы каждый из моих сыновей встретил такую же женщину, как моя жена, да, и дочка встретила, допустим, такого же супруга себе, как мы. Это самое большое желание, потому что гармоничные отношения – это залог. Ну, еще и спорт. Мы занимаемся спортом, всех приручаем к спорту, это всем помогает. Татьяна Фомина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. В России 2024 год – год семьи. Тематические мероприятия можно проводить хоть каждый день. И похоже, что ахтубинцы решили себе в этом не отказывать. Площадкой для очередного праздника стал районный историко-краеведческий музей. Там побывала Илона Саакова. День семьи, любви и верности. В год семьи этот праздник особенно значим для ахтубинцев. В историко-краеведческом музее собрались близкие по духу люди. Сотрудники музея и коллектив «Криниченки» впервые организовали совместное мероприятие. Такие проекты, по словам организаторов, станут доброй музейной традицией. Наш проект совместный с Анжеликой Кошелевой созрел не так давно. Мы решили воспользоваться моментом, что есть обширный репертуар у Анжелики Анатольевны с песнями о семье, о любви, о добре. И решили в такое сделать творческое мероприятие, вечер, когда пригласили всех родных и близких на наше мероприятие послушать, как поют родные и близкие люди. Елена Владимировна предложила нам поучаствовать. И она сама, собственно, является участницей нашего коллектива. Мы все пообщались, получили море эмоций, удовольствия. Люди пришли с семьями, многие целыми поколениями занимаются вокалом. Это так прекрасно, радостно. И в Краеведческом музее это, наверное, как исторический факт будет для нас. Детскому музыкальному коллективу Анжелики Кошелевой более 20 лет. Это уже настоящая творческая семья, в которой есть своя преемственность поколений. К руководителю ансамбля приходят семьями. Целое сообщество, где поют, играют на инструментах и танцуют. Нет сомнений, что праздник запомнится надолго. Мне очень понравился праздник. Он очень был живой, он очень был громкий. Я пела свою любимую песню с папой и с папиным другом. И с педагогом. Большое спасибо Елене Владимировне. Хочу сказать большое спасибо нашему руководителю Анжелике Анатольевне. То, что дает нам такую возможность выступать. Такое хорошее мероприятие. Столько много было людей. В этот вечер здесь царила по-настоящему семейная обстановка. Сотрудники музея рассказывали об истории и традициях праздника. В свою очередь артисты дарили всем присутствовавшим хорошее настроение, незабываемые эмоции. Выступали и семейные дуэты, и другие творческие коллективы Анжелики Кошелевой. Гости наслаждались концертом, а также успевали любоваться новыми музейными экспозициями. Мероприятие прошло великолепно. Концерт великолепный. Спасибо огромное руководителям, которые сделали такой праздник. В конце праздника мы, конечно, оглядываем наш Кривический музей. Это просто нет слов. Очень уютно, здесь очень мило и тепло. Музей здорово изменился, преобразился за последние годы. Это очень приятно, хорошо, что в нашем городе есть такой уголок для людей, которые могут прийти, приобщиться к этой красоте, к этим знаниям, которые здесь выложены на стендах. Очень красочно, красиво и грамотно, я считаю. Отсутствовало здесь лет 15, наверное, приехали к сестре в гости и нас пригласили на этот концерт. Мне очень понравился замечательный этот музей, вообще концерт замечательный, очень было весело. С праздником остались очень довольны, молодцы, очень хорошая музыка была, прекрасные песни, все было душевно, добро. Очень хорошо, большое спасибо Елене Владимировне, директору музея, которая организовала этот весь праздник. Большое спасибо Анжелике Анатольевне, очень хорошая группа, мне нравится всегда. Присутствую на мероприятиях, на таких, когда концерты, очень нравится, как они поют. Весь вечер в музее царила атмосфера радости и дружбы. После концертной программы гости и организаторы праздника пили чай, наслаждались общением в своем творческом, по-настоящему семейном кругу. Илона Саакова, Юлия Баховская, Владислав Лихварь. Ахтубинск ТВ. Во время летних каникул школьники стараются максимально активно провести время, поездки, путешествия, походы было бы желание, а возможности есть. Вчера отряд юных путешественников отправился в трехдневный туристический поход по родным просторам в рамках ежегодного проекта «Экстрим». Его организаторы – специалисты Центра социальной поддержки семьи и молодежи. Это уже вторая смена юных экстремалов. Ранее в двухдневном путешествии побывали более 40 мальчишек и девчонок. Подготовлена очень насыщенная программа. У нас в этом году пройдет и школа безопасности. Приедут представители ГИМС, МЧС, пожарные службы проведут уроки безопасности. Мы пригласили в гости Ахтубинское хуторское казачье общество. Казаки расскажут вообще о традициях, о быте. Проведут мастер-класс плетения нагайкой. Посвятят детей в искусство фланкировки. Специалистами молодежного центра подготовлен квест для детей. Как всегда будет все замечательно, интересно и познавательно. Вести активный образ жизни стараются Ахтубинцы преклонного возраста. Они посещают клубы по интересам в комплексном центре социального обслуживания населения. Особой популярностью пользуются физкультурно-оздоровительные направления. Если утро началось с физкультуры, значит день задался. Ахтубинки прекрасного возраста знают, как быть более продуктивными с самого утра. Несложные движения и минимум инвентаря. Все, что нужно для поддержания здорового образа жизни. Подобные оздоровительные занятия ведутся на базе комплексного центра обслуживания населения на постоянной основе. Здесь для людей преклонного возраста существует отделение культурно-досуговой деятельности, которое функционирует с сентября 2016 года. Его цель – оказание социальных услуг, организация досуга, привлечение к посильной трудовой деятельности и поддержание активного образа жизни граждан пожилого возраста. Граждане пожилого возраста посещают физкультуру два раза в неделю. У нас две группы по 15 человек. Они занимаются на фитболах, они занимаются с гирями и также с резинками и гимнастическими палками. По словам женщин, занятия фитнесом дают ему много преимуществ. Например, плохое самочувствие, проблемы со здоровьем постепенно исчезают. Бонусом – масса удовольствия и позитива. Это очень замечательно, что в нашем центре придумали вот такой вид досуга. Мы приходим сюда с удовольствием, мы приходим сюда за здоровьем, мы приходим сюда за настроением и уходим довольны нашими преподавателями. Мы занимаемся фитнесом, танцами, ну и кому что нравится, а самое главное – общение. Посидишь, пообщаешься, поговоришь. Два раза в неделю – это очень хорошо. И главный финал у нас – чай и пить. Сидим за круглым столом, мы общаемся. Это очень даже после таких занятий мы все довольны. Действительно, после такой физкультуры можно и подкрепиться. И этот раз не стал исключением. Однако впервые женщины решили сделать себе угощение сами. Надев фартуки и снабдившись нужными ингредиентами, люди серебряного возраста приступили к приготовлению домашнего мороженого. Дамы признаются – такое разнообразие вкусов вернуло их снова в детство. К слову, теперь этот десерт они будут делать и своим внукам. Ко мне внуки ходят, я им делать. Вместе с ними буду делать. Они мне помогают. Очень вкусные. Я думаю, детям понравится. Лучше, чем в магазине. В комплексном центре люди пожилого возраста проводят лето не только с пользой, но и для души. Здесь они могут найти занятия по своим интересам и продуктивно проводить свой досуг в любое время года. Здесь такой кружок рукоделия. То есть они плетут корзинки из бумажной лозы. Сначала они крутят трубочки, обрабатывают, а потом делают свое изделие своими руками. Еще у нас есть кружок рисования. У нас есть настольный теннис, шахматы, шашки. Плюс мы еще ходим в кинотеатр. Раз в два раза в месяц нас приглашают бесплатно в кинотеатр, в библиотеку, в музей. К нам приходит Богдинско-Бускунчакский заповедник. Показывает, рассказывает. У нас насыщенная такая деятельность у женщин наших. В общем, все, что можно, все мы делаем с ними. Обзорные экскурсии, мастер-классы, выставки, продажи «Фольклорная вечерка». Сегодня Ахтубинцы окунулись в мир традиционной народной культуры в рамках всероссийской акции «Единый день фольклора». В концертно-выставочном зале «Музы» царила невероятно творческая атмосфера. Звучали народные песни, было место и танцам, и дефиле в традиционных сарафанных комплексах. Работала фотозона на день народная. Модницы спешили примерить эксклюзивные наряды и воспользоваться услугами профессионального фотографа. Звучали народные песни, было место и танцам, и дефиле в традиционных сарафанных комплексах. Работала фотозона на день народная. Модницы спешили примерить эксклюзивные наряды и воспользоваться услугами профессионального фотографа. Сегодня уже не в первый раз Центр народной культуры присоединяется к всероссийской акции «Единый день фольклора». По сути, это наш профессиональный праздник, потому что одна из основных наших задач – это рассказывать людям о народной, традиционной нашей культуре, приобщать их к этому, сохранять наше культурное наследие, которое годами и веками копили наши предки. Поэтому сегодня в честь «Единого дня фольклора» у нас в Центре народной культуры проходит День открытых дверей. Сегодня будет серия мастер-классов по народным ремеслам. Это глиняное ремесло, это декорирование тканей методом набойки, это валяние из шерсти, изготовление народной куклы, это декоративное оформление цветочных композиций и этнооткрыток от качества на бердо. То есть все наши народные ремесла, которыми занимается Центр народной культуры на протяжении всей своей работы, сегодня будут представлены, и каждый житель города может подойти и, соответственно, попробовать себя в том или ином ремесле. Помимо этого у нас в концертно-выставочном зале проходит выставка, фотовыставка, на которой изображены сарафаны народной губернии российских, соответственно, которые мы сегодня также будем представлять в формате дефиле в течение всего дня. Также, как обычно, да, уже по традиции Центр народной культуры всегда угощает своих гостей ароматным чаем на дровах. У нас практически уже готов самовар, дымится, готовы блины, варенье. То есть можно прийти, помимо того, что поучаствовать в мастер-классах, посмотреть выставку, также и угоститься ароматным чаем. Об едином дне фольклора в Ахтуминском районе расскажем подробнее в наших последующих эфирах, а сейчас о другом замечательном всенародно любимом празднике – Дне рыбака. Его и весело, и вкусно отмечают во второе воскресенье июля. Для кого-то рыболовство – почетная профессия, для кого-то – хобби и просто семейный отдых на природе. С удочкой в руках интересно встречать рассветы и провожать закаты. Отправился к реке и наш корреспондент Владислав Лихваль со своей телевизионной удочкой. И вот какой улов подготовил к эфиру. День рыбака – это, считай, один из самых главных праздников для жителей Астраханской области. Ведь возле нашей главной кормилицы Волги-Матушки проживает около 60 миллионов человек. И жизни своей эти люди без нашей реки просто не мыслят. В Волго-Ахтуминской пойме водится 78 наименований рыб речных пород. Ученые уверяют, что в Волге более 5 миллионов лет. Столько лет течет, несет свои воды в Седой Каспий наша река, радует своей красотой, приносит покой, радость для души. А 14 июля многие жители города направились с утра к реке. А некоторые уже с субботы в ночь пришли с палатками, на машинах приехали, чтобы отметить день рыбака. Некоторые рыбаки старались как можно больше рыбы поймать и уху двойную-тройную сварить. Да весело отметить праздник. Столетие так было. С праздником, дорогие товарищи Ахтуминцы, Ахтуминский район, вообще весь народ. Удачи вам. Ну и, конечно, хорошей рыбалки, хорошего отдыха. Однако все меньше людей в такой день стали на берег реки выходить с одной целью. Как можно больше рыбы поймать? Вот и законы новые вышли, которые не способствуют этому. Брать только можно крупную рыбу и определенное количество. Словом, жить надо с думой о будущем, чтобы детям, внукам богатства нашего края остались. Впрочем, не все любители рыбной ловли на рыбалку в этот день отправились. Многие просто на берег реки выходили полюбоваться нашей красавицей, как, например, Валентина Васильева. Мы живем на берегу реки. Мы не можем не быть рыбаками. У меня это началось с того времени, когда ребенком папа взял на лодке рыбачить. И удивительно, как говорят новичкам везет, я поймала больше рыбы, чем папа. И теперь на всю жизнь я привязана к рыбалке. Мне очень нравится рыбачить. Я считаю это замечательное времяпровождение. Поздравляю всех ахтубинцев с этим необыкновенным и веселым праздником. В такой день, сказал ветеран труда воинской службы Александр Уваров, не обязательно на реке рыбу ловить. Главное, на любимом водоеме, на озере побывать. Поклониться за дары великие. Каждое утро, просыпаясь, я выхожу на речку, посмотреть уровень воды. Встречаемся здесь, Тетерятников Михаил Михайлович, обсуждаем, как вода, температура воды, как рыбалка, рыбаки, как много рыбаков или нет. Раньше здесь была пристань, был садик. Лестница была. Во время половодья подходили сюда катера, метеоры. То есть можно было с Астрахани к нам подъехать. Здесь вместо причала стояла боржа. И моя жена в первый раз сюда с Астрахани приехала. Вот в 70-м году на эту лестницу вспоминает. То есть красивое было место. Сейчас все заросло, лестницы нет. Хорошее утро выдалось в этот день. Словно позаботилась природа о празднике, подарила любителям рыбалки. Замечательный восход, да и закат тоже был красивым. С праздником, любители природы! Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ И на этом наш выпуск подошел к концу. Хороших вам новостей. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин